Здравствуйте друзья. По многочисленным просьбам, подкрепленным голосованием на сервисе Patreon, в этом уроке я расскажу про самый простой способ установки Home Assistant на Raspberry Pi 4B, актуально и для третьей версии. Все будет очень просто и очень быстро. Никаких ограничений в использовании системы при таком способе установки нет. Но тем не менее, я лично остаюсь приверженцем более сложного способа установки в докер. Для начала вам потребуется аппаратная часть. Это сам одноплатник, радиатор или корпус, блок питания, microSD карточка или SSD диск. Больше информации вы найдете в моих обзорах. Все ссылки упоминаемые в этом видео я оставлю в описании. С официального сайта Raspberry качаем утилиту для записи образов на диск. На этом этапе нам понадобится microSD карта для обновления загрузчика. Подключаем карту через картридер и запускаем имиджер. В меню выбора системы спускаемся вниз до раздела утилит. Бутлоадер. Тут есть три варианта приоритета загрузки. Также если вы будете использовать microSD карту, все равно есть смысл поставить версию с USB загрузкой. Если диск не будет подключен, будет использоваться карточка. А когда вы решите перейти на использование диска, то все будет уже подготовлено. Ждем пока закончится запись. Процесс обновления очень простой. Устанавливаем подготовленную нами карту памяти в картридер малины. Подаем питание. Ждем пока зеленый светодиод не начинает быстро мерцать. Отключаем питание и переходим к следующему шагу. Снова возвращаемся в имиджер и тут нам нужен раздел других специальных систем. Тут выбираем Home Assistant. А здесь версию под ваш одноплатник, у меня четверка. Выбираем куда писать, это может быть microSD карта или внешне подключаемый по USB SSD диск. У меня как раз такой вариант. Ждем завершения процесса. После того как записи верификация будут успешно завершены, подключаем носитель к одноплатнику. Затем Ethernet кабелем соединяем одноплатники роутер и подаем на него питание. Ждем пару минут и проверяем в меню своего роутера, какой адрес выдан новому серверу. В моем случае 192.168.0.220. Набираем его в строке браузера и через двоеточие указываем порт 8123. Здесь будет стартовая страница системы. Нужно некоторое время подождать. Следующий шаг начало настройки. Прямо на этом этапе есть возможность восстановить систему из бэкапа, если он у вас есть. Если нет, указываем имя пользователя и логин. Придумываем пароль и создаем аккаунт. Местоположение можно пока пропустить. Сбор статистики желательно разрешить отметив все опции. Тут пропускаем и завершаем первичную настройку. Эта опция оставаться в системе. Теперь переходим в профиль пользователя. Выбираем язык. Ниже находится опция расширенного режима, он нам пригодится, включаем. При этом типе установки у нас есть меню супервайзер, с магазином приложений, бэкапами и информация о системе. Тут указаны версии ядра супервайзера и самой операционки. У меня поставилась версия 5.13. Поставим пару самых нужных аддонов. File Editor, текстовый редактор, который будет часто нужен для редактирования конфигурации. Отмечаем опции перезапуска при сбое и отображение на боковой панели. В конфигурации отключаем блокировку в корневой папке, это даст возможность редактору выходить за пределы директории конфиг. Запускаем. Вот так он выглядит тут все в порядке. Проверяем можно ли подняться выше папки конфиг, тут тоже все работает. Еще одним полезным аддоном будет терминал SSH. Ставим. Отмечаем те же опции и запускаем. Перейдем в настройки интеграции. Те что обнаруживаются в моей системе я буду скрывать чтобы вас не путать. По умолчанию тут пока есть две. Одна создает сенсор питания одноплатника, вторая показывает версии установленного софта. Пока тут есть только версии операционки. Причем по умолчанию эти сенсоры скрыты, если вы хотите их контролировать их можно показать. Сенсор номера последней версии. И сенсор номера текущей версии. Третий сенсор просто показывает есть обновление или нет. Я его оставляю скрытым, но можете попробовать активировать и его. Они появятся на панели через некоторое время. Вот так текущая установленная версия 5.13, а для сенсора новейшей версии понадобится некоторое время чтобы потянуть данные. Чуть позже появятся и аналогичные сенсоры для установленных аддонов. Сразу покажу как установить ХАКС, это альтернативный магазин интеграции тем. На официальной странице, ссылка в описании, из раздела Home Assistant OS, нужно скопировать команду установки. Возвращаемся и запускаем аддон терминал. Вставляем и запускаем этот скрипт. После него, нам нужно перезагрузить Home Assistant. Кроме этого, нам нужна регистрация на сервисе гитхаб, подробнее смотрите в моем уроке по ХАКС, ссылка есть в описании. Настройки, сервер, перезагрузка. После перезагрузки идем в настройки интеграции. Тут в меню добавления ищем ХАКС. Установка может занять некоторое время. Тут отмечаем все чекбоксы и нажимаем подтвердить. А теперь нужно авторизоваться на гитхаб. Переходим по ссылке и логинимся. Возвращаемся и копируем код из окна. Авторизуем ХАКС. Нажимаем готово, ХАКС установлен. Нашло HomeKit, пока спрячу. Для запуска интеграции должно тоже пройти какое-то время. А пока, при желании конечно, можно вывести уже появившиеся тут сенсоры версии наших аддонов, методика точно такая же. В интерфейсе они скоро появятся. Вот уже есть сенсоры версии аддонов, но пока не хватает данных по операционной системе и обновлением ХАКС. Переживать не стоит, все появится. Проверяем сенсор питания, тут должно быть все зеленое, иначе нужно заняться вопросом блока питания или кабеля. Это примерно через полчасика. После установки прилетевшего в меню Supervisor, обновление операционки до шестой версии. На этом урок буду заканчивать, у вас теперь есть подготовленный для моих следующих уроков сервер. Кстати, ссылка на плейлист уроков, а их несколько десятков, тоже в описании под видео. Спасибо за внимание, если урок был вам полезен и интересен, ставьте лайки. Чтобы не пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал. Для тех кто не знает, кроме ютуб канала у меня есть и телеграм канал, там много всего полезного и интересного. Ссылка сами знаете где. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok